Так, у меня дорогой гость приехал, который с нами в поездке, Виктор Савченко. Это вот третий, который потеряет, он приехал тут сегодня. Ну, вы не везли, я живой остался. А Виктор Андреевич говорит, еще когда ехать, еще раз осмотрим. Ну, я там по свидетельству поговорил. Ладно, говорю. Ну, слава Богу. Слава Богу. Игнатий Тихович, я не помешал вам. Я не помешал. Не помешал. Нет, не помешал. Мы как раз тут кое-что смотрим от Давыдкина, что он писал, который последний ролик-то его. Хороший парень. Хороший парень. И он об этом говорит как раз. Вот у меня на форуме первое, вопросы-ответы на 147-й, в конце почти. О своей биографии рассказывает. И вот концовку сейчас я могу прочитать, только подожди-ка, чтобы было. Виктор, посчитай вслух. Сейчас отодвину маленько. Дальше как он говорит? И вот смотри, что он дальше говорит. Так. Храм Хадид. Сейчас он говорил православие. Православие горел духом. Так? Старался вникнуть, читал святых отцов и учителей церкви. Ездил по святым местам и так далее. А потом угасать начал духом и настроением. Храм Хадид стал редко. Читать Библию стал тоже время от времени. И даже стал вязать в страстях и грехах. Здоровье ухудшилось. Духовного развития никакого. И вдруг вы прислали ко мне в ВКонтакте запрос в друзья. И так я добавил вас и узнал о вашей деятельности и посмотрел ролики. И знаете, как это меня встряхнуло, Игнатий. Ваш настрой, ваши слова, ваши книги. Я стал молиться. Я стал работать снова над собой, над душой своей. Я снова себя стал прорабатывать в свете Библии. И благодарен вам и Богу, Иисусу Христу, за это. А теперь вот хотел бы с вами выйти на связь. И подключил скайп. Если вы не против, конечно, живого общения со мной, грешным и падшим рабом Божиим Евгением. На связь выйти хотел не ради праздного любопытства, а ради братского общения во Христе. Ну вот видишь, какое письмо. А он в православии был или где он был-то? Или он в снехте какой? Ну, разговор был, я его окно оставил. Может, еще прийти. Игнатий, а он в православную церковь сходил или куда? Ну да, православный. Он говорит, лоб помощили мне, и больше ничего не знал. Но два года ходил к баптистам, был к ручноитам. Какие-то там, как он называет их, апостольские или какие? Новоапостольские. Новоапостольские там. А теперь он был православным, еще все потерял. Вот дальше он о себе говорит. А потом на нас наткнулся и говорит, беседы с Сергеем Козловым. Это мы думаем, что ничего не значат. Нам определять не приходится. Другие определяют, которые люди приходят. И вот, а дальше уже вот вы слышали, какая наша была встреча. Да я хочу тоже, я адрес возьму, у вас позвоню, может быть, как-нибудь ему. Так что, вы на него вышли? Ну я не вышел, мне адрес, вы дайте его там, в Mail.ru, скиньте адрес его. А если у него адрес-то у меня, у него какой адрес-то? Нет, скайп, он скайп, как называется? А, скайп, надо посмотреть. Это было бы неплохо. Так это, ну ладно, не сейчас пока, а то я заглохну тут. А то еще не тебя и... По какому вопросу я тут сейчас смотрю, в общем, по эти беспроводные веб-кайпы, эти микрофоны. В общем, микрофон, знаете, который вот в телевидении приезжал, и вам за поезд вставляли такой микрофон, ну вот, с телевидения были, котонь к вам приезжал. А что-то приезжал. С телевидения, кто-то там приезжал, микрофон вам такой вставляет. Да, вот сюда. А ты всегда это делаешь, всегда, да. Они прикрепляют, проводов куда-то, а я тут поднялся и оторвал тут все. Ну нет, вот я такой вам хочу купить, вы не будете против? Ну я не знаю, специалисты. Вот я сейчас жду Виктора, он должен приехать, поэтому по принтеру... Это вам нужно будет, Игнатий, это для поездки нужно, потому что вы когда на улице говорите, и вам ветер сбивает слова, и не слышно ничего. А это будет микрофон постоянно на одежде, и вам будет хорошо слышно. А вот ты сейчас, скажи так, вот я с тобой разговаривал, но сейчас лучше слышно? Да я и так нормально. Так, а слово лучше или не лучше? Нет. Удивительно дело, а я всегда надеваю, я наушники надеваю только для той цели, чтобы было людям хорошо медиаточное. И мы так вас хорошо слышно, там микрофон в этой веб-камере встроен. Я согласен. Глазки в самом встроен. Вот. Вот так. А что ты не спишь-то? Да когда некогда спать. Работы много. Ты вот чё, дружо, давай-ка работай, чё тебе надо, от меня отшатнись. Только там по сайту своём ещё делаешь. Дело в том, что когда, если Господь нас благословит, и мы к вам приедем, мы там всё снимем нашу встречу, и мы уйдём. И вы от нас вообще туда на три месяца отходите до осени, чтобы у вас своё дело никак не хромало. Что там пишите, где и как. Ничего. А то, что-то я вас перевлёк. У меня всё параллельно идёт. У меня это самое. Я и своё, и ваше там. У меня какой-то... Я лучше ваше делать буду, чем ваше. Мне важнее ваше. А вот, Сергей, ты уже привык к этому. Лежать-то больной-то. И говоришь, людей надо учить болеть. Правильно болеть. И умер, это ты хоть не знаешь как, но близкий к этому был. Так вот. Благодари Бога. А ты и благодаришь, я знаю. И за то, что ты лежишь. Если бы ты не лежал, мы бы с тобой не встретились. И ты бы никак не участвовал в этом благом деле, о котором много ещё нет будут говорить. О благовестии. Вот этого слышал, который там студент договорил у Соболёва-то. Да. Вот видишь как. А он не студент, он доцент какой-то. Да, да. По скайпу. А вы согласны. Но я молю всё время. Павел говорит, считаю себя счастливым, что могу защищаться. Вы меня этого счастья лишили. Ну что не так? А он негативные отзывы даёт о патриархии. Да они вообще разговаривать нельзя. О том, что мы видим-то. Весь мир её клеймит. Чего вы дурью маетесь-то? Вы по ладам смотрите. Какой я вред нанёс? Кого? Убил куда-то. Да вот. А он клеветал в какой-то группе, я примкнул, мне говорят. Какая-то группа, которая специально составлена, чтобы подрывать авторитет патриарха Кирилла. И помосят. И Лавкин к этой группе прилип, примкнул. Я говорю, вы назовите какая группировка? Кто руководитель? Когда она была основана? Какой вред нанести патриарху? И потом покажите, когда я примкнул. Без этого это всё ложные обвинения. Я не знаю ни группы, ни где его не злословил патриарха. Я ему написал письмо. Я его предупреждаю, как вот этот Давыдкин говорит. Я только начал считать, я понял, это пророческий дух. Человек, который ещё не пришёл, он понял. Вы ни перед кем не склоняетесь. Вы говорите, что только Слово Божие говорит. Я другим не могу быть. Внутри меня огонь разлитый. Я просил у Бога этого в первый день, когда обратился. Здесь грамота ничего не поможет. У вас нет самоотдачи. Отдаться Христу. И поэтому ваши обвинения, они в пустоту бьют. Я сейчас смотрел видео, вы с женщинами на Берсенёвке, с женщинами у храма разговариваете. Ну, помните? Это где? На Берсенёвке. А? На Берсенёвке, в Москве. В Берсенёвке? Это отец Кирилл Игумен. Это московская патриархия. Ни единоверческий, никакой. У него там патриархи все бывают. И его храм примерно 250 метров от храма Христа Спасителя. Прямо рядом. Ближе его нет храма. И он служит всё по-старобряшенски. Мы встречаемся с уникальным человеком, я не посвящаюсь этого слова сказать, который уже 50 лет неустанно, денно и ночно благовескует Слово Божие, Слово о Христе распятом и воскревшем. Он единственный из священников, который получил благодарственную грамоту вообще с вещами слыхода. Православный от старобрядцев. За то, что он их историю там всё прославляет. Он работает с ними. Мы уже о нём говорили. А его что там, нормально его принимают? Они никак его не принимают. Они его долго-то убивают буквально. Со всех сторон. И он во сне говорит, я вижу, говорит. Заходит старобрядца, я испугался, под стол спрятался, а они меня нашли. Я говорю, я за вас, они не пищи. Не пищи. И меня пьют, а он, я всё равно вас люблю. И меня спрашивают, возможно ли объединение? Я говорю, никогда. Выброси с головы. Какой бы ни былся ты хороший для евреев, ты для них бой. Бой. Ты не по крови. И у старобрядцев та же. Ты никаньянин. Самый хороший, но никаньянин. А вот у других написано, найди самого лучшего христианина и убей. Шульха народ. У них такое же, то есть опозорят. И он ничего не может делать. Они с подружниками стоят, с лесенками одеты, голова наполовину открытая. Он всё подражает им. И он не подражает, он просто любит, он знает историю. Он знает службу. И службу ведёт по-старобрядческим. Он удивительный человек. У него единственный храм в Москве, который не принял имена. И он мне звонит. Зажали со всех сторон, ну что делать? Я говорю, отец Кирилл, сколько можешь, продержись. А уж никак нельзя тогда приметь. Это не грех. Вы нам пример мужества даёте. И вот у нас есть снятый ролик, как мы в больницу к нему пришли. Он лежал на операции. После службы идёт, я говорю, проповедь, когда одеты стихами. Вы видели это? Найдите у него там, найдите. Дерсинёвка или там отец Кирилл Сахаров. Игнати Латвин, зарядите в Ютуб. Это всё в нашем телевизоре надо посмотреть там. Или это персоны, или где. На Ютубе. Я вам говорю проповедь. Это я знаю. Надо, я же это вот, молодой парень, вот этот Евгений, не звонит вам Евгений, вот молодой. Молодой не звонит вам? Какой Евгений? Ваш? Или вот этот Давыдкин? Нет, вот тот молодой. А, который хотел, чтобы мы давали о себе знать с дороги? Ну да. Нет, он больше не выходил. А вот как раз если выходить, то вот Виктор, у нас не получится это. У нас времени нет. Это много требует времени, закачивать. Мы приезжаем, мы иногда даже обед не готовим. Мы сразу спать. У нас график чрезвычайно сжат. У нас минуты нет, а в дороге это не сделать. Надо останавливаться. Мы не можем. У нас высчитаны часы. Не только дни. Ровно за 30 дней мы должны выйти уже из Прибалтики. Дальше попроще будет. Я что и говорю, надо к поездке тщательно подготовиться. Время-то летит как. Не успеешь за ним, за временем, за этим. Надо подготовиться, чтобы снять максимально все. Так, чтобы доступно сделать. У нас встречи будут короткие. Допустим, часа два, и мы уезжаем. Больше мы не можем останавливаться. У нас самая большая задержка может быть в Греции. Там люди собираются, могут быть монахи. Это Германия. Во Франции еще налево-направо. В Италии там попадем нет к папе. Это где будут. Ну и в Англии. В Англии уже заранее, можно сказать, они нас остановят. Но зато теперь я могу попасть в Шотландию. В Ирландию переплывать надо на остров. Вряд ли мы туда пойдем. И нам оттуда быстрее выйти. Я еще не знаю, каким путем. По воде или по тоннелю. По Зламаншам. Но уже они пошли оправлять вызов на нас. Позавчера, кажется, мне дали знать. Там Андрей. Конечно, придется выступить, подарить книги. Мы едем с дарами. А уже, знаешь, мы не знаем, как будет, где. Но, по-моему, около Стокгольма, сказали, в Норвегии. Есть какой-то православный монастырь, видимо, от властовцев. Это самый наш. Вот там мы можем побыть. Километров сто, говорит. Но надо найти. Из Сильлянии один выходил и собирался там с Петрополитом смеси. Ну, исчез и больше нет. У меня связи нет. Может быть, выйдет. А в Латвии тогда ясно, моя духовная родина. А Виктор во сколько, в какое время он вечером или когда придет? Виктор-то? Да. Вот сейчас я жду его. Дело в том, что сейчас у меня он сделал этот накопитель энергии. Как его называют? Стабилизатор, наверное. Стабилизатор, наверное, внизу. Он у меня стоял неподключенный. Он мне нужен был, когда я насчитывал. А когда я насчитываю, и в это время погасло, а у меня бывает без перерыва минут сорок, и все пропало. Вот он тогда мне нужен. А сейчас он нужен мне нужен. Виктор говорит, нет, нужен. Ну, нужен. Подставил. Он нужен обязательно. Запомни, что я неправильно сделал. Я пришел, включил общее электричество, и сразу включил процессор. А он-то идет через стабилизатор. А стабилизатор не включил, а у него там накопления энергии-то не было. И он тихнул, погасло, и по экрану только полосы. Кое-кое-как он у меня заработал. И я говорю, убери его, Виктор. Он говорит, нет, он нужен. Я говорю, забыл его включить. Да нужен. Компьютер сгорит. Без него? Да. Да. Ну, что сделаешь теперь? Вот так буду. Для работы он мне не нужен совершенно. Ну, прекратилось. Свет, гон, погас. А вот когда насчитывал я, вот это для меня было охо. Я опять насчитываю, минут сорок. Опять мигнул, опять все пропало. Потому что сохранения-то нет. Вот. Это, я имею в виду, когда я насчитывал на компьютер прямо. А когда через микрофон на магнитофон, тогда я никакой роли не играл. Вот сегодня у меня день необычный. Ну, я маленько поговорил там с врачами. И главное, все засняли на фото. Я попросил. Виктор Андреевич говорит, я не знаю, разрешать нет. А нигде не спрашивают ничего. Сережа. Виктор Андреевич терапевт, да? Упов Сережа возил. И он везде фотографировал там. Я выставлю там. Там не один снимок будет. Виктор Андреевич, он терапевт или хирург? Кто он есть? Он патологоанатом. Он исследует, ему все везут. Без него не могут определить ни болезни, ни чего. Он решает, на какой стол его ложить, и болезнь это смертельно-несмертельно. Я вас поясню, Сергей. Это его звать отец Александр Гребенев, правильно? Да, Гребенев. Гребенев. Во-первых, это Гребенев само по себе говорит, откуда они понаплыли здесь. Это не Гребенев. Дальше. Что бы ни сказал его епископ, или изменилась обстановка, он мгновенно делается другим. Я там был, с ним встречался. Я его приглашаю к себе в гости. Он хорошо, хорошо, я приеду. На следующий буквально день, кто ему какая-то собака дорогу перебежала, он уже выходит. Это как шпионы, там, американцы. Ну, я там стоял, рубаха, пояс. Вот они подпоясываются, чтобы здесь как шпионами быть. Ну, что-то такое вот ерунду всякую говорил. Но сейчас, я минутку еще скажу, сейчас ситуация несколько лучше. Он ведет занятия по священному писанию. И Оля говорит, прям после литургии, после молебна, громко повторяясь. Сейчас воскресная школа, кто не приходил, приходите. Ну, читают они с бытия начали. Сейчас уже исход читают. Но все-таки, Оля говорит, хотя бы так, а то вообще ничего не было. То есть мы стали молиться. Я думаю, что просто Господь на наши молитвы... Ну, молитва, молитва, я поясню к этому. Дело в том, что тут вмешался, может быть, епископ там был. Чтобы пригласить их, ему некуда, он зажат. И теперь, если он будет прежде у нас давить, его вырубят. Тактика изменилась выше стоящих. А у них задача одна нас подмять, затащить и уничтожить. Мы-то это понимаем. А он-то не понимает. Он там предприниматель, это Ишков тогда, помнишь, был. Он книги мои имеет. Он на исповеди его спрашивает. А книги Лапкина есть? Отдай. Он не отдаёт. Ну, тот человек не стал ходить предпринимателю. Он книги жёг. Наши книги. А то он самый есть. И сестра рассказывает о нас, что мы поехали в Европу в прошлом году. Надо бы помолиться. Он бы хорошо. И он о нас уже молился. Вот как Господь всё делает. Ну, я с ним встречался уже. Я для него не враг, как это раньше было. Понятно, что у него там циркуляром получил или что, чтобы нас не отдаст. И завтра он будет по-другому. Ему верить нельзя ни на одну минуту. И когда готовилось вот это признание канонического акта об общении, ну, так называемое соединение, а соединения грязи там не было, так вот за рубежи ставили три условия. Первое, которое ещё до этого было устранено, канонизация старского семейства. Второе, отречение Сергеянского, декларации Сергия. И третье, выход из аквалинического движения. Но это было не главное. Главное не было указано. Главное то, что они, не рождённые свыше, и они своё слово вчерашнее сказали, сегодня с лёгкостью отбрасывают, как будто не было. Мы договорились, поставили печати, всё, едем друг к другу. Епископа убрали, а следующего-то я не подписывал. Я ничего не знаю. Вот когда пришёл Горбачёв, это было уже, наверное, чуть попозже, и то, что в царское время задолжали, кому-то, счастлив лицам было, и теперь решили выплачивать, репарацию этим делать, обиженным. Вот это я понимаю. Даже внукам, которые обижены, надо рассчитать, иначе нам правнукам откликнется это. А это нет. Вот он у меня здесь, здороваемся, целуемся, всё благословляет, он всё рад, я обнимаю. Потом прихожу, он совершенно чужой. Слышу, против, говорит, а почему? Ах, иерей узнал, вы еретики, сектанты, псевдо-православные. Я теперь с ним отдельно говорю. Я говорю, ты учил, что у нас Божью Матерь не посчитают? Учил. А ты говорил, что у нас икон нету? Да, говорил. Ну, у меня 10 свидетелей, 10. Говорят. Ну, вот он заборолся, его купили машину в деревне-то, а он ее присвоил. Дом там как-то, он ее на жену перевел-то. Ну, и подали в суд, и его осудили, и, кажется, 6 лет накрутили ему. Суртаев, отец Владимирова, Кытманова, Кытмановского района. Ну, мне-то, дела до этого нет, он сидит, а я иду по камере, я его там встречаю. Я собираю все документы, а сестра его на занятия в университет ходит, меня ставят в известие, а я к нему иду, несу, что-то можем провести там. Дальше, а у меня близкий, как прям друга, можно назвать, прокурор края, генерал-лейтенант, Парасхуд Юрий Петрович. И я с этими материалами иду туда, ханатайстов выше. Ему срезают, прям совсем мало оставляют, и вскоре он выходит. Выходит, и теперь он к нам прилепился. И сестра, по-хорошему, все. И я его спрашиваю, ты это все говорил, говорил, а зачем же ты говорил-то? Ты знал, что у нас, Божью Матерь, посчитали? Конечно, знал, просто мы православные. А ты знал, что у нас вот так? Конечно, знал. А зачем говорил? А чтоб к вам никто не ходил? Чтобы к нам никто не ходил, он сатане душу загнал, потому что к вам сошел дьявол великая ярость, ища кого поглотить. Он лжецый отец, лжеотен. Это его детеныш, его выродки, лживые. И он знал, и специально это говорил. А теперь он ходил к нам, ну, маленько отнимался, он отошел, отошел, открыл какое-то предприятие, называется Красный Дракон. Предприятие, он кует там какие-то оградки, даже говорят, у ХГБ ограды это красивые, это он взял. Он сам по себе хороший мужик-то, ну, он патриаршик, патриаршик, перестал теперь священно действовать. Но что интересное дальше-то, те, которые его посадили, а я ходил в епархию, ходатайствовал, отстаньте от него, он парится, сидит, а вы в пост лопаете рыбу жареную здесь стоите, а он пускай все отдаст, уже отдал, уже забрали, а пусть он узнает, как вам не стыдно. Кто понимается на него? В архиерее. Архиерее? Ему помогает Капранов, это у отца это был отец Михаил, у него сын, он тоже благощинный, это его сын. Поднимается против него, тогда у него был отец Дмитрий, по-моему, да? Дмитрий, да. А этот Аносов, это главный казначей епархии, и еще кто-то. И вот, когда начался этот суд, уже после суда, я ходил, а они не приняли, мгновенно началась расправа. Архиерей 41 год убирает. Внезапно кончается отец Дмитрий, ему даже старых лет, кажется, не было. Этот, который Аносов, как его звали-то? Я не помню. Отец Симеон. Симеон, ну это такое, монашеское имя. Его шофер убивает за деньги. Все, которые его сажали, которые не его пускали, все были уничтожены. Вот как страшно поступать по неправде. А у меня-то хранились хорошие отношения. Он ходил, одно время я даже обратился к нему за помощью, он готов был помочь, но я увидел его такое отношение там, как бы в церкви, и я подумал, обойдусь без этой помощи. И не взял ни копейки у него. Не надо. Я говорю, мы из дерева сделаем. Вот такие котушки там, и жесть, и там он-то деньги стоят. Зачем мне это надо? Вот как дело обстоит. Бойся. Не гордись, но бойся. Они были все сметены. А я за него ходил в прокуратуру, епархию, ходатайство. А он у меня ни друг, ни брат, никто. Просто не виновен на осужденных. Виновен. Но не настолько, чтобы ему не прощать. Суртаев, отец Владимир. Я называю себя по мере, чтобы не было говорить один китайский товарищ. Вот такие, брат, дела. Ну вот у священников они даже не употребляют таких слов «рождение свыше». Они даже не говорят об этом «рождение свыше». Вот это же должно быть знаменательным событием. Это должно быть какой-то переворот в душе произойти. Человек перерождается, когда. Вот человек должен заметить в себе «рождение свыше». Или это тайно проходит? Особое духовное таинство. Главное таинство. Рождение ребенка какое? Со святами и нустричными. Человек должен почувствовать это рождение. Это выкинешь, я сейчас поясню. Выкинешь это мертворожденный. Живой требует пищи. Ищет материнских сосков. Это два завета Верхий Новый. Он растет, его видно, что он растет. И он окродился, его материалы не закапывают. Так и духовно. Я задаю вопрос. Скажите, а вы верите, что все умершие идут по мытарству? Ну, православные все верят. А вы знаете, что многие по мытарству православные не пойдут? Как не пойдут? Там написано все. Не пойдут. Они потому что по мытарствам, когда проходит душа, ей показано Царство Небесное, а потом ее не звергает, которое негодно, но показано. А тут не будет даже видеть. Ну, какой же грех? И больше всего священники не попадут. Какое? Третья главная Евангелия Теана. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Не может увидеть. Все на этом закончено. А вы самое главное не говорите. Здесь две ступени. Первое, рождение свыше. От Духа и от воды. И второе, погибло к Духам Божьим. Стижание Духа Святого, о чем Сергей Артем Савловский говорил. Слышать голос Божий, поступать согласно того, что Бог говорит по моей совести. Сообразуясь Слово Божьим. А чтобы это было во свете Библии, они этого не знают. Просто изобретенная религия, мы были как на небе. И главное, вчера я слушаю, и не кто-то говорит, а митрополит Иларион Алфеев. Я уважаю его. Очень грамотный человек. И вот они с Павлом Лункиным сидят и беседуют. Это режиссер, который поставил фильм Остров. Остров, да. Остров. И вот они сидят и символистовуют. там и о музыке, что написал, какие книги, и он докторскую как защищал. Все хорошо. Все есть, кроме Христа. Пока они говорят, сиртанты идут от двери к двери. Они работают. А этот, какая музыка, какой тонус, и тональ, он людей не знает. Он не знает, что его Санкт-Петербург мимо пройдет. Да он умный. Да, быстро продвигается. Но я в его словах у Илариона не нашел, даже зацепиться за что. Что этот человек, рожденный свыше, там нет этого. Да он, по-человечески, грамотный, возле развернув до червей. А дальше нет. И если я с ним встретился, у меня уже разговаривают с ним нищим. Он только приехал, уже сцепился там с Антонием Блюмом, митрополитом лондонским. Разрушил у него общину, говорит. Это Антони, сад, говорит. В интернет выставлен. Меня это тоже не касается. Меня касается сегодня. По внешним церковным сношением. И он показывает панагея, которая была у кого? У главного щекиста. Тогда был Николай Ярушевич, который первый после патриарха Сергия был. Который, когда открыли все, в которой его проповеди были, выступает он. У меня книга его была. Берите фашистских оккупантов, не выпускайте их с территории. Это щекист, это его проповеди, официально публикованные книги. Николай Ярушевич. Еще спрашивает, а у него была панагея, а когда она умирает, это панагея дается, кто будет председателем внешних церковных отношений. Следующему, следующими, теперь она ему досталась, он показывает. Они дети, они игрушками играют. Какая тебе панагея, когда есть крест? Панагея, разве можно заменить крест? А они считают, что теперь изукрашенная, бляха большая такая, и вот, ну, види бляхи так, чтобы не подумали, что я хочу сделать. Это важнее, что может важнее креста Христова быть? И вот цепочка одна, цепочка вторая, цепочка третья, а с каждой две, у него три, считай, шесть цепочек, он опутанный цепями весь, он уже закоманный в кандалы. Они играют еще, когда канила машут, то канила внизу сделаны такие пустотелые, там ножки как, а в ножке положены шарики, и они гребят, как кандалами идут. Я узнал, когда так ахнут, да, даже прямо пророки какие-то идут. Они закоманные в кандалы греха. Они совершенно Бога не знают, и православие не нюхали даже. Правила на них устарели. Я ему показываю правила Вселенских соборов, я показываю Библию, это пошел тысная Библия, это сектанты. Главное для нас Бога... И он спрашивает вчера что самое главное у вас, что привлекает православие богослужения. Вот послы Владимира князя, они конечно не понимали, но они сказали, мы были как на небе, когда вернулись. Почему они говорили, что это были язычники? Да, язычники. А почему они говорили, что у язычников представление о небе не понимали ни единого слова. Их это привлекло. И на первое место повторяем. А если бы в это время там где-то на окраине Софии служил Павел, апостол, ни этих кандалов нету, ни кадила, ничего нету, а только он проповедует. Приняли бы эти языческие посуды? Да никогда. А они приняли бы там, где трезу справляют, пьют, вино питье радости. Сегодня по-прежнему хватается за это. Слушай, можно узнать, скажу, ну тут если логически рассматривать этот вопрос-то, если у священника нет, то есть не рожден священник, значит и благодати на нем нету. А вот этого говорить не надо. Ну как не надо, одно из другого исходит. А, не так. Бог делает так, что Астрица вдруг заговорила. И Астрица обещала пророка, который именем Господнем пророчество увидело рождение Иисуса Христа. А как пророчествовать может? Так она остановила безумие пророка. Это Бог так делает? А уж Бог делает как ему Бог. Он берет невгодный сосуд и из невгодного может в невгодном сосуде держать годное. Это он делает. Этого я никогда не говорил и никому не советую. Ну а ему спасение есть, нету, тем больше наказания ему будет. Ему это немало не поможет. Вот если пример привести, подойти к любому священнику и спросить ты рожден свыше? Он же скажет, конечно, рожден во время крещения рожден свыше. Ну вот в подерядке мы беседы, мы которые больше всех мешал говорить, он просто скачет, он еще не понимает, а я рожден, а где ты рожден? Я говорю, слова есть, но он противоречит и противоречит. Он уже как враг. Но так как они приехали вместе по благословению Архиерея, его другие уже уговаривают, там, замолкнуты пока, он благощинный. И что я могу добавить? Я могу только единственное перекреститься и отойти из того, не замел вместе с ним. Они враги истины, враги креста Христова. Крестами облепились, а крест не знают. Крест это значит готовность умереть до Христа. Они готовы? Я маленький вопрос задам только, только один маленький вопрос. Год 80-й, 80-й, 85-й, 86-й. С этого времени сохранились люди еще? Да как не сохранились? Да конечно сохранились. Скажите, кого арестовали за распространение святых отцов и прочих? Кого? От Москвы до Дальнего Востока. Я один. Один прокаженный. Один поверженный. И они меня топчут. А материалами пользуются. И когда был суд, то судец сказал, вот Лапкин, мы вас судим. А посмотрите, весь зал верующий. Ведь никого же они судят. Я сразу встал и сказал, вы слышите, что говорит судья? Если вы будете сидеть никому не говорить, вы тут и останетесь. Слава Иисусу Христу! Стоит только начать говорить, и ты уже чужой. А допрашивает Зоя Крахмани куста на тебе говорит, вот моя бабушка, она в церковь ходит, она молчит. Зачем вам надо было говорить? Вы бы дома были, с внуками, с детьми. Главное молчите, нас за язычок тянут. Ведут два пророка и будут обещать пророка Илья и Илья. И поэтому пророческий глаз и сегодня должен обещать. А пророческий глаз в том, что он это слово Божие. Не надо предсказывать, что там в Крыму будет или где-то. Не надо в Крыму будет, только то, что Бог назначил. Вот это я абсолютно точно знаю. И они между собой и Обама договорились, мы вас трогать не будем, а пойдут там поколотите маленько. Сейчас особый спецназ прилетел. В интернете спецназовцы. А того, чтобы русских несколько офицеров подстрелять, потом покатать всем миру, чтобы иметь право начать давить их там. А украинскую горе армию сметут в один день, а еще не оставят. А мне что? Мне дано право молиться и плакать. Они безумствуют. Убить своих офицеров, да это уже было, и покатать, как это было в Литве, это было. Это все в интернете выставлено, это не я говорю. А что, скорбить об убитых и о живых? А умершав плачет 7 дней, а об лоб всю жизнь. А они Бога не знают. Вот меня же спросил, а тут один батюшка, но если сейчас в епархии у нас соберутся, архиерей даст указания, с вами по скайпу переговорить, вы будете? Я жду этого. Я просто не просто жду, а жду обвинителей. Но только и равные в ритме говорить. Так так понятно, но во свете Библии. То есть они если соберутся, то не обвинять вас, а обравдывать. Ну да. Я показываю. 413 правил они нарушают каждый день. У нас ни одного не нарушает. Мы не на равных стоим. Не на равных. Когда вы устав регистрировали, у нас было сказано, все делается бесплатно. Таинство требует, все бесплатно. Почему они в устав себя не ведут? Второе. У нас написано, свечи только чисто восковые. Надо мелочь. Ну мелочь, мелочь нужна. И далее свеча догорает, мигает и гаснет. сама. У нас нельзя ни выковыривать, ни брать, пока не погасит. Важно, мы это решили. Масло не вазелиновое, только естественное происхождение. С тарелкой у нас не ходят по храму. У нас этого нет. Ящик висит, кому надо подойдет. А надо обратиться. Ну они вот знаете как по этому поводу отвечают. Вот возьмем даже при части. Они говорят, что сейчас и муки даже нет такой, как говорится, чистой. Уже в муку добавляют компоненты всякие уже, химию добавляют. То есть уже и при части нельзя приготовить из чистой муки. Так же и со свечами и со всем остальным. У нас все чисто. Вот у нас конкретно можем показать. И Алфеев это говорит митрополит. Знаете, самая веска для людей это личное исполнение того. Вообще правильно говорят? Слова так не действуют. Но теперь вы найдите где мы требуем по высшей шкале требуем, обвиняем их, где мы не поступаем сами. А я говорю, давайте делать так. Полное погружение, а у нас бы не полное, этого нет. Давайте торговлю уберем. У нас нет торговли, не было ни одного дня. У нас устав записан, торговля быть не может. Даже в торговной ограде. Им никогда этого не сделать. Не сделать. Они чужие канону, эти люди, чужие священного писания. и они поэтому друг за друга цепляются и раболепствуют. А который с ним вчера берет там это лунг где-то да еще один там говорит ему. Ну а вот когда мы делаем на котором он говорит у нас главная иерархия. Вышестоящий скажет даже выполняет. Мальцы с вами не сходят. У меня как-то так удивительно все сходилось. Что мне не прикажут? Я делаю. Он даже не понимает что он говорит. Метрополит. Они еще сказать не успеют. Он уже налит уловит. У него уже соединяет. Он думает это его. Конечно он будет продвигать по духовной лестнице. Но ты обречи их. Пророк Илья у вас какой место займет? Я пробовал обречать. Мне тут же разоткнули. А Тобо Бабаков говорит Зная Ису Пустосвятого. И нет чего? И чего кроме злобы? Злобы и зависти. А главное качество всех это корысть и трусость. Трусость и корысть. Они пропитаны. Они прокажены этим. Жить бедно они не хотят. И кого не бояться архиереек давит, травмует, он выращивает трусов, презренных трусов. И только его убрали, они его будут сразу же уничтожать. Следы заметать за ним. Вообще я был в Омске. И мне это рассказывает типископ наш. А там был Феодосий. Победа я не знаю Мерская, но он один там был много лет. Наши вот эти пять священнослужителей в зарубежную церковь пришли из-за него зная его круто аморальное поведение. Как задним архиереем было. Кого рукополагает право брачной ночи женой. Условия поставлены. И что? А его уже на покой. Так он собрал кто за него чтобы разрешили его оставили. Оставили. О Виктор пришел. Вот подходит сейчас. Его оставили. Так он уходя выдрал все плафоны все выключатели все оторвал и унес с тобой. И где там епархии. Вот и все. Мы уходя из дома стараемся все оставить так чтобы человек пришел и даже подметать пол не надо было. Они не могут жить бедно. Они не могут. Это им противопоказано сатаной.